Я так давно дружу с поварами, что меня невозможно чем-то удивить. Ну чем? Стерлядью в шампанском или десертом из белых грибов? Есть мельчаки, которые думают, что это возможно. Посмотрим, что у них из этого получится. Если вы сейчас на меня смотрите, значит вы хотите удивиться так же, как хочу этого я. Опознание, как сказал Аристотель, начинается с удивления. Давайте посмотрим на ингредиенты. Мед, масло с травой, какой-то соус, не знаю пока, чеснок, красная рыба, лосось, ананас. Все просто, так же просто, как сегодняшний наш гость. Сергей Рабочев, привет. Простой парень, просто простой парень. Что мы будем готовить? Ничего нет же на столе. Мы будем готовить лосось в соус терияки и кнели из ананаса с мятой и медом. Вау! Давай так. Ты сказал соус из терияки? Я так понимаю, что вот это соус? Это соус из терияки, да. Сам готовил? Сам готовил, я только сам готовил соус из терияки. То есть ты не покупал его в магазине, хотя это можно сделать. Это можно, да. Но ты не ищешь легких путей. Мне просто он не нравится в магазине, мне нравится именно собственный рецепт приготовления. Давай попробуем его. Давай попробуем соус из терияки, дай мне ложку. Подожди, давай я его сюда нальем. Давай нальем. Так, пробуем соус. Спасибо. Пробую, да. Соус собственного приготовления. Он настаивался у меня где-то месяц. Чем он дольше стоит, тем он лучше. И что ты его делал? Я его делал. Я варил отдельно овощной бульон. Концерме называется. То есть я взял овощи, обжег их в духовке до такого колер проженного. И потом вместе с шуей я даже не чистил лук, не чистил морковку. Просто обжарил их в духовке, кинул в воду и варил где-то. Томил не то, что варил, а томил на медленном огне, чтобы овощи все ароматы и вкусы отдали в воду. И потом на основе этого бульона я сварил соус из терияки. Добавил туда белое вино, соль, сахар и соевый соус. Кунжутное семя и немного имбиря. Ты меня удивил. Спасибо большое. С нами был Сергей Рабочев. Давай продолжаем. Я уже приезжать собрался. Соус терияки это прекрасно, он очень вкусный, очень хороший, с собственного приготовления. Не покупайте в магазине. Научитесь сами готовить, в конце концов. Давай же приступим. Да, давай приступим. Вот я сейчас разогрею сковородку до нужной температуры, чтобы она не горела мука. Я помогу тебе. Окей, ну ластой, если я обваляю в муке, смотри. Соус терияки можно по-разному делать. Некоторые туда крахмал добавляю. Да, да, да. Я не добавляю крахмал, потому что я хочу, чтобы именно лосось у нас подтомился в терияке, чтобы терияки взошел прямо в лосось, да? Ну, чтобы он немного подзагустел терияки, когда готовлю. Поэтому я рыбку обваляю. Терияки, это же японская история. Да, японская история, японское блюдо. И в соус терияки он универсальный. Потому что с ним можно и курицу терияки делать, и лосось терияки делать, и говядину терияки делать. И еще и овощи можно терияки делать. То есть он такой универсальный. Конечно. Фрукты, терияки. Фрукты, да. Фрукты, все что угодно можно делать. Вот. И поэтому, как бы, то, что я взял рыбу и ананас, и будет сочетание такое интересное. То есть, как бы, соус терияки все выровнит. Все вкусы. Конечно. Ну, пока у нас масло разогревается, я начну чистить ананас. Давай. Вот это вот с этим штуком можно так оторвать. Прекрасный, сочный ананас. Посадить его в стакан с водой куда-нибудь. Так, что делать? Положить в стакан, так оставить на некоторое время, и он даст проростки. И потом, положиваешь землю, у тебя дома вырастет ананас. Ну, дерево-ананас. Пальму. У меня как раз проблема, на самом деле, потому что я не могу. Я не могу дома, у меня деревья не растут. Ты сейчас шутишь тоже надо мной? Нет, я не шучу, не серьезно. Давайте это сделаем. Почему мы не можем это сделать? Мы сделаем, у нас здесь вырастет ананасовое дерево. Да, только ты его поставь там, где тепло у тебя дома. А, я сейчас в духовку его поставлю. У меня везде здесь тепло. Вот так я поставил сюда все. Пусть стоит. Ананас я сейчас зачищу. Давай. Что нам будет нужно? Я так понимаю, мягкое, мягкое. Да, нам нужна будет вот эта мякоть сама, без всяких там вот этих ворсинок. А что самое полезное в ананасе, ты знаешь? Сердцевина. 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 Почему? Ты представляешь, знаешь, вот эту вот байку о том, что ананас, ну, способствует сжиганию жиров. Да, это слышно такое интересно. Так вот, если ты хочешь действительно сжигать жиры, то надо есть именно сердцевину. Ананасы, да? То есть, кнели из ананаса с мятой не помогут вам похудеть. Не, ананас хороший. Хороший. Ну, да. Так. Вот, ананас. Я вот мякоть срежу. То есть, очень все просто. Кнели из ананаса. Я так понимаю, мы будем делать, что-то с ним блендерить опять его. Ну, мы его просто кинем в сотейник, добавим туда меда и будем выпаривать, чтобы ананас разошелся и сочетался вместе с медом. И в конце добавим немного мяты. Мед и ананас, он же и так сладкий. Зачем еще приторность? Ну, приторность такая. Ну, ананас, он такой-то с кислинкой, а мед, он такой с горчинкой, там будет вкусно и сладко, да. И соус терияки очень хорошо сочетается со сладкими, экзотическими фруктами. Ну, нарежу таким кубиком. Если у тебя любимые ножи, ты считаешь, что все можно приготовить одним ножом или же нужны 3 миллиона разных наименований ножей? Да нет, слушай, ну, смотри, для чего. Если говядину раздевать, ну, тушь, да, там, говядину, тушь, то тебе нужны и такие ножи, и кривые, и такие, там, подлезть, там, выковырять кусочек мяса. А для шинковки, для обработки овощей, я даже вот таким ножом картошку чищу, да, там, как и японцы, китайцы, в принципе, тоже все делают этим ножом. И маурдом и рубить, и резать, то есть, как бы, это такой универсальный японский нож, да. Ну, естественно, для приготовления суши, он, конечно, не идеальный, там уже нужны другие ножи, да. И потом это средство защиты. Да, это средство защитов. Почему-то ты заговорил на старинном армянском языке. Я постарался по-китайски или по-японски, конечно, сказать. Кстати, ты разговариваешь на разных языках? Ты же много путешествуешь, ты же должен говорить на разных языках, конечно. Ну, ну, как бы я идеально ни один язык не знаю. Я так понимаю, ты же все-таки ездишь с целью, да, поработать, а язык кулинарии, он универсален, международен, так сказать. Ну, да, и там, в принципе, даже с жестом я работал, с форсурзами, и, как бы, в принципе, когда готовишь уже блюда, и ты знаешь, как они должны по технологии готовиться, мы друг друга понимаем жестами просто. Ты берешь оливковое, да? Что это за масло? У тебя какое-то интересное? Тут тимьян, да, у тебя? Тут тимьян и чесночок, да, масло можно настаивать на всяких травках. Да, причем самому это делать спокойно, абсолютно. Есть продаются уже, я знаю, такие, да? Есть продаются, ну, а зачем? Опять переплачивать денежку, если можно просто взять масло, если хочешь быстро, чтобы тебя жарить. Берем холодное масло. Холодное масло, да. Бросаем туда травки, какие хотите, и в темное место. Да нет, зачем? Смотри. В темное место ставить там, чтобы света не было, чтобы у тебя там травки не дали мох, да? Ну да. Плюс неветь не начали, да? Вообще, если хочешь быстро, разогреваешь масло, да, градусов в 70 где-то, так, и кидаешь уже травки, тогда оно у тебя быстро разогреться. Стоп, ну ты разогретое масло, и опять оно, оно же меньше, наверное, портится быстрее. Нет, почему? Масло вообще не портится. Масло все время стоит-стоит, ничего не будет. Годами может стоять. С травой тоже? С травой, нет, вот смотри, вот я, да, объясняю. Да, то есть, как бы, во-первых, если ты, как бы, допустим, в ресторане, да, когда у тебя большая проходимость, да, там никто не запаривается, просто кидает свежий розмарин, свежий тимьян, да, и он не успевает засвистеть там и пойти там плесень. А если ты дома для декорации, или у тебя дома долго используется это масло, то тебе надо взять розмарин высушить, перец чили высушить, тимьян высушить, чеснок высушить, и ты тогда кинуть только в масло, и чеснок разойдется в масло, и он у тебя не будет, там не будет той влаги, которая дает плесень. Понятно. И поэтому он у тебя будет долго храниться. Я бы валял, значит, лосось. Да, я бы валял лосось. В чем? В крахмале? Нет, в крахмале я не стал валять, я бы валял в муке. В муке? Ну. То есть, видишь, сейчас его обжарю с двух сторон, назлотил с твоего колера, потом залью в серияки, накрою крышкой, и на медленном огне буду томить до полной готовности. Пока он не разойдется. Пока не дойдет до полной готовности. Ничего удивительного. Ну, ничего удивительного. Ну, зато вкусно. Здесь кто-нибудь удивляется чему-то. Тишина. Не, ну, если ты попробуешь это, ананас с сочетанием лосось, ты попробуешь, тогда ты удивишься. Это так кажется легко и просто. Ты помнишь, да, что ты мне обещал, что ты меня удивишь. Окей. Сейчас я наш ананас положу в сотейник, залью медом и буду выпаривать до загустения. Такой получится мармелад ананасовый. Много такой с медом. И добавлю еще немного соли туда, чтобы игра в кусту была. Я слышал, что в принципе вообще надо добавлять. Если ты добавляешь сахар, надо немножко соли, и должен быть баланс. Да, тогда будет баланс. Да, совершенно верно. Ну, это наш ананас. Я беру. Кладу в сотейник. Залью медом и поставлю выпариваться. И в конце добавлю мяду. Так, мед у нас какой? Твой любимый каштановый. Да, мой любимый каштановый. Ну, в следующий раз я возьму другой какой-нибудь. Так, значит, рыба жарится, ананас у нас еще пока без меда. Без меда. Сейчас он разогреется, да, и когда я добавлю мед. А лосось я уже начну заливать соусом терияки. Все уже, то есть? Да, он там корочку уже дал, с двух сторон перевернул. Какую рыбу можно еще использовать, кроме лосося? Да, любую рыбу, какая есть у дома в холодильнике, то рыбу бери и используй. Ну, что, соус терияки, он универсальный. Универсальный, да. Даже овощи. То есть даже окунь, треска. Да, любые морепродукты, кальмары. Соус терияки даст свой вкус, рыба впитает и будет вкусно. По-любому. Можно добавить в терияки чеснок. Ага. Просто его так кинуть. Пусть он там тоже в терияке томится. Как в плов. Как в плов, да. Мне нравится, ты знаешь, что мне нравится? Ты все делаешь небрежно. Вот знаешь, нету какой-то французской педантичности. Хотя ты любишь французскую кухню. Люблю французскую кухню, да. Но и французская кухня, она тоже бывает разная. Во Франции даже некоторые рестораны, я заходил там, где есть Мишленовские звезды, но они меня не то, что не удивили, они меня даже некоторые там в каком-то смысле разочаровали. Я ожидал такого чего-то, а мне принесли как-то все просто и сухо, без души как бы. То есть, ну, как-то так. Назови мне три главных принципа хорошего блюда. А, красивое, вкусное и простое. Ну, это для меня. Легко, просто и быстро. Так, ну что, ананас у нас уже, по-моему, хорошо. Да, уже разогрелся, сок начал выпариваться. Да. И вот сейчас я его добавлю там, не знаю. Сейчас мы добавляем мед. Ну, аромат ананас великолепный. Так, буквально. Где-то вот таких две больших чайных ложки меда. У кого болит горло, очень полезно ананас вместе с медом. А, ананас вместе с медом, если еще добавить сюда имбиря. Да. Это вообще и лимон, кодор, цедры, корица. Вообще все. Вы здоровы. Да, зимой. Вот, а еще очень мне нравится, вот именно летом, ой, именно зимой, да, вот я не лечусь там, не знаю, никакими там химическими средствами, которые в аптеке продаю. Я как бы согреваю себя изнутри, вот, овощным или мясным мясо-костным бульоном. Я смотрю, делаю. Да, хорошая вещь. Разогреваю, у меня в холодильнике стоит то, что... Перец можно туда, да? Да, перец, все овощи какие-то есть, чеснок, лук, перец, помидоры. Я вот, блин, я тамлю, и этот бульон с утра разогреваю, просто, не знаю, там, ну, кину, там, не знаю, гренок каких-нибудь. Ух, попил, и все, и побежал. Опять готовится. Все нормально. Да. Ну, как у нас тут лосось? Выпаривается потихоньку? Терияки. Терияки, да. Ну, терияки делает свое дело. Да. Это уникальный человек, который придумал этот соус. Конечно. Пожал в руку. Что такое? Ну, что? И все, и чем он дольше у нас в терияки томится... Все очень просто. И легко, да. Чем дольше терияки, ну, чем лосось у нас дольше в терияки томится, тем больше он впитает в себя вкус терияки, именно который... Ну, хорошо, но мы отбиваем запах, все-таки, вкус рыбы. Естественный вкус, да. Ну, японские тайцы, они же постоянно у них там, да, вот ешь вроде рыба, она курица непонятно. Ну, тогда мне вопрос, стоит ли брать красную рыбу? Ну, это уже по достатку, смотрите. По своей финансовой возможности. Да, и чтобы ее вкус, понимаешь, как бы отбивать. Я бы взял тогда простую. То есть, у-у-у, хорошо, наверное, делать, например, вот есть рыба, которая пахнет, наверное, сом. Сом. Да, вот когда там... Терияки отобьет, да? Конечно, отобьет. Там имбирь с чесноком любой вкус, да и сам соевый соус такой отбивает этот все. А что ты будешь делать с мятой? С мятой я просто порубляю. И такими. Необязательно мелко, необязательно крупно. И все, я ставлю так. И потом ее добавлю в ананас, когда он у нас уже выпарится и карамелизуется, да, в конце. И немножко дома остыть, чтобы мята у нас не потемнела. Мята-ананас. Ты вообще мята-любитель, да, добавлять мяту везде? Да, ну, просто я готовлюсь к лету, я уже не могу. Я вот так долго ждал этой серой, тусклой зимой. Человек, который постоянно путешествует, нам говорит. Ну, да, путешествует. Ну, понимаешь, когда я выхожу из самолета, на трапе, мне столько гухов обдувает холодную вот этот такой... А мне наоборот, кстати, мне вот это нравится история, когда ты приезжаешь из какой-то жаркой страны, и ты выходишь, и ты загорелый. Ходят бледные люди. А мне хочется. Ну, ты знаешь, я же прихожу сюда, а здесь где еще мне так вкусно будут готовить, как не здесь. Поэтому я получаю удовольствие. Ну вот, смотри, у нас, видишь, уже... У нас немного карминозуется, да? И мы сейчас его немножко дадим сахару, чтобы он не приснил. Ну, я не могу. У меня аж, знаешь, у меня аж сводит, сводит, сводит все во рту, потому что это сочетание соленого и сладкого я пока еще не могу для тебя как-то понять. Хотя знакомые, знакомые какие-то ароматы для меня. Все равно, ну, очень, очень уж как-то сильно, сильно очень. Сильно, да, ярко. Ананаса, рыба, ананас, курица, да. Ананасы, сверки, там, телятина какая-нибудь еще, не знаю. Что-то такое, да? Сладкое. Ну, сейчас мы возьмем две чайные ложки. Так. Добавим сюда мяты и будем с помощью двух этих ложек делать небольшие кнельки. Маленькие кнельки, да? Да, и выкладывать на наше блюдо. Красиво как-нибудь выложим. Потом мы выложим красиво. Ты хочешь сказать, что у тебя получится кнельки из этого? Да, конечно, получится. А куда они денутся? Мне кажется, что они развалятся. Да, они не развалятся, нет. Посмотри, видишь, они уже как бы собираются. Как-то обычно кнельки-то из пюре делают. Не, кнельки можно делать из чего-то хочешь. Из той массы, которая слепляется друг с другом. Уже она слепится. Конечно, мы же для этого тогда добавили немного меда, чтобы он его кристаллизовался и связал наш ананас. Видишь, он уже вот такой. Итак, мы повторяем, что мы сделали. Значит, взяли лосось. Немножко обжарили его с разных сторон. Залили соусом терияки. Все это у нас начало томиться. Там добавили чеснок, ананас. Припустился в сотейнике, в чем угодно. Неважно. Добавили туда мед. Все. Больше никаких специй. Ну вот наши терияки уже загущаются. Ну смотрите, да, специи, собственно, одна терияки. Вот она, специя. По сути. Да, да. Ничего больше. Там же же там все есть. Все есть уже. Там мебель, чеснок, кунжут. Очень удобно. Да, очень удобно, универсальный. Хорошо дома хранить. Ну вот наш соус загустел уже, да? Да, да, да. Видишь, он такой тянущий стал? Угу. Да. Вот, сейчас он еще чуть-чуть подсгустит. А, пока в ананас добавлен немного мяты. Мяты. Вот мы немножко сладость отобьем. Да, да, да. Этой мятой, да? От свежести. Да, она сладость отобьет нормально. Вот так перемешаем. Видишь, он такой уже, как мармелад. Он, видишь, он уже... Ну хорошо, хорошо, но я все равно. Я не понимаю, как ты сделаешь это в акнеере. Ну сейчас будем... Кучки, максимум. Кучки. Кучки. Ну, сейчас попробую. Могучие кучки. Кучки не получится, я возьму столовые, столовые ложки точно получится. Вот, кстати, тоже момент. Первый раз я вижу, что вы делали кнели чайными ложками. Ну, всегда что-то бывает. Ананас. Первый раз так, водички возьму. Удивляет. А, смотри. Чуть-чуть. Чтобы кнели не прилипли, да? Так. А, к ложкам, да? Я ложки смочу холодной водой, да? Угу. Тогда к ней не будет ананас прилипать и сахар. Давай. Уберу ложки. Ну что ж, начнем. Ты в меня не веришь, да? Ну, вообще, я не верю. А может, поспорим на что-нибудь? Ну, давай. Ну, что? Так, спорим на то, что если я проигрываю, то следующую программу ты будешь в моей роли, а я в твоей. Ну, договорились. Договорились. Все, спорим. Договорились. Все видели, да? Давай, попробуем. Если ты пораспоришь, то тогда подожди. Тогда ты будешь готовить и удивлять меня. Нет, это если я, подожди. Нет, если ты проспоришь, так, то ты сделаешь мне два килограмма корндогов. Да вообще, легко. Легко. Договорились. Поехали. Хоть бы у него не получились стеклили. О, Боже, во что я вписался. Так. Ну, я уже не получается. Посмотрите. Где не получается? Сейчас. Немного терпения, маэстро. Все получится. Самое главное, она долго мучится. А если долго мучится, что-нибудь да получится. Ну, похоже? Ну, что? Ты уже... Ну, так вот. Не, ну, это кнели разве. Ты разве кнели? Не, ну, могу взять большие столовые ложки, а оно у тебя будет побольше. А ты меня удивил. Удивил? Ну, наконец-то. Ты меня удивил. Ты меня удивил-то. То есть я проиграл сейчас? Да. То есть я проиграл. Да. Так, ладно, хорошо. Хорошо, все. Танец Победы. Танец Победы. Вот видите, Танец Победы. Музыку здесь вставят, все будет. Нормально. Будешь индекватно смотреться сейчас в эфире. На самом деле, я сам не верю в то, что мне получится. Ну, реально, это возможно. Но здесь, конечно, важно долго, да, ананас томить. Томить, да, чтобы он мягкий был. И важно не то, что ананас один был, либо сахар добавить, либо вот мёд, чтобы он кристаллялся. И если мёд остывает, он быстрее схватывается. Да, быстрее схватывается, да. Вот. И важно ложечки помочить в холодной воде, чтобы придать форму к нелькам. Так, аккуратненько выкладываем. Я знаю, чего ты ждёшь. Ты ждёшь, когда у меня какая-нибудь не получится. Тогда ты даже не получишь. Нет, нет, нет. Я... У тебя получилась одна. Одна, и всё. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Окей. Ну, вот здесь, мне кажется, что... Сколько всего ты будешь делать к нели? Ну, чтобы ты попробовал. На порцию вот так вот. Три штучки сделай, много не надо. Много не надо. Ты тоже считаешь, что надо готовить вот немного, чтобы порция была небольшая? Ну, всё зависит от комплекции и желания покушать у человека. Как мне говорил один мой знакомый повар, он говорил, мы готовим не корм. Кто-то уже так ест, да? Да, да. Слушай, ну, иногда я сам объедаюсь до такого поросящего. Ну, я не знаю. Ты у тебя... Такое ощущение, что ты вообще не ешь. Не, я ем. Ну, я ем. Просто быстро всё... Быстро всё сжигается, да? Именно, да. Как бы, ну, такой у меня... Обмен веществ. Комплекса, может, обмен веществ, да. Ну, меня устраивает. Ну, что, слушай, ну, выглядит, я тебе хочу сказать, как-то... Постно. Ну, знаешь, как-то так... Подожди. Ну, бедненько, бедненько. Будем как-то украшать? Конечно, мы сейчас... А, украсим, да, всё-таки? Немного польём. Ну, смотрите, очень просто, да? Но если, я уверен, что если вы приготовите это дома, и скажете, что это такое, в принципе, люди должны удивиться. Потому что кнели из ананаса с мятой, да? Рыба в соусе терияки. Ну, конечно, если к вам в гости приду я, то вряд ли. Вряд ли меня этим удивишь. А, посыпем жареным кунжутом. Ну что, всё готово? Всё готово. Ты всё больше украшать не будешь, да? Нет, маэстро, не буду. Тогда давай пробуем. Давай пробуем. Давай. Ну что, пробуем? Пробуем. Если бы мне это блюдо принесли в ресторане, я бы сказал... Ну, что это такое, да? Что мне... То есть, давайте так, друзья. Это выглядит... Некрасиво. Я ничего не говорю. Понимаешь? Я ничего не говорю. Схаляю. Да, схаляю. В следующий раз. Ну, давай так, ты мог принести травы, понимаешь? Ты мог принести и сказать, вот так это должно быть. Ну и что? А вкус-то от этого не меняется? Не меняется, да, некрасиво. Да? Не, не, пусть растет, пусть растет. Пусть растет. Ну, что ты... Давай его обратно, да. И немножко мяты, чтобы он напитался мятой. Так, ну что, пробуем. Я попробую сначала... А вот так сразу же. Нет, а ты берет то и то сразу. Я и то, и то сразу. Так будет интересно. Мягкая, мягкая рыба. Ну, она по-любому, она даже не высушенная будет, потому что она... Припускалась. Итак, пробуем. Терияки. Ананасовые кнели с мятой и лосось в соусе терияки. Каштановый мят. Говори, я готов. Квердикто. Ну, ты знаешь, очень интересно, потому что сначала ты ощущаешь рыбу, да? Соленоватая такая, да? С кунжутик еще даже чувствуешь. А потом плавно, как бы он так начинает тебя захлестывать ананас вместе с мятой. И потому что там мята, именно поэтому это не сладко, а очень приятно. Очень тонко. И не надо тут никаких украшений. Удивил? Ну, вкусно. Вкусно и удивительно вкусно. И удивительно, что так просто и вкусно. И так просто и удивительно интересно было сегодня с тобой здесь рядом находиться. Спасибо тебе большое. Готовьте это дома. Обязательно. Вам понравится. Все. Спасибо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова